Друзья, всем привет! На связи Андрей Гид. Я, как всегда, всех рад видеть на своем YouTube-канале. В этом видео мы с вами поговорим о том, как зарабатывать больше денег. Я уверен, что многие из вас знают, как зарабатывать больше денег и никого, ничему, в принципе, учить не нужно. Но сегодня я хотел бы поговорить о своих трех основных пунктах, которые я выделяю для того, чтобы больше зарабатывать и именно прийти к тому доходу, которому мы все хотим. Видео будет очень полезным, очень познавательным, особенно для тех, кто хочет больше зарабатывать. Поэтому обязательно досмотрите его до конца, в конце поставьте лайк и напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А также можете предлагать свои варианты большого заработка. Поехали! Итак, если мы начнем рассматривать людей, что они думают по поводу большого заработка, то в целом варианты будут такие. Надо больше работать, нужно получать более высокое образование, повышение квалификации. Нужно больше проводить времени на работе и так далее. Может быть, кто-то еще скажет иметь какие-то связи, халтурить, параллельно заниматься бизнесом. Но это все для меня лично не работает. Я не знаю почему. Сейчас я расскажу именно о своих пунктах. Итак, самый первый для меня пункт это выбрать денежную сферу. То есть, что такое денежные сферы? Например, работа по найму это не денежная сфера. И сколько бы человек ни работал по найму, ни ходил бы на работу, он никогда не заработает много денег. То есть, денежная сфера это, например, сфера финансов и инвестиций. Денежная сфера, да, там очень много денег. Сфера бизнеса, это денежная сфера. Например, сфера медиа, то есть, если вы какой-то певец, актер, блогер, музыкант, это денежная сфера. Денежная сфера. Сфера, например, ну если взять даже криптовалюты, да, денежная сфера, денежная там, трейдинг, ну в какой-то степени тоже денежная. То есть вы понимаете, да? Нужно брать ту сферу, в которой очень много денег. То есть работа по найму сюда не подходит. Сколько бы вы на работе не работали, возьмите хоть 2-3 работы, вы никогда там не заработаете деньги. Второй очень важный пункт, который я выделяю, это стать в этой сфере профессионалом. То есть профессионал это такой человек, который знает в своем деле, в своей сфере все от А до Я. Какой бы вопрос его не спросили, он знает на него ответ. То есть он знает, что было, он знает, в какой ситуации сфера находится на данный момент. И он также знает, что будет в будущем. Какие-то тренды, модные тенденции о том, как будет меняться сфера, куда пойдут котировки акций, курс валют и так далее. Профессионал знает все. Как стать профессионалом в своей сфере? Нужно обучаться своему делу каждый день. Нужно жить своим делом. Нужно находиться в среде, где находятся единомышленники. Нужно постоянно интересоваться, что происходит в вашей сфере. Итак, второй пункт, как я уже сказал, стать профессионалом. После того, как я назвал пункты, я приведу вам конкретные примеры и вам станет все понятно. И третий пункт, самый важный, который я считаю тоже необходимо применять, это помочь как можно большему количеству людей в своей сфере. Например, если вы певец, вы записали песню. Сколько людей вас может послушать? Вас может послушать миллионы и даже миллиарды людей. То есть вы в своей сфере охватили как можно большее количество людей, то есть закрыли их потребность в музыке. Если вы видеоблогер, вы снимаете видео. Сколько людей вас увидят? Тоже могут увидеть миллионы людей. И если вы какой-то блогер, даете реально полезную информацию, например, вы юрист, решаете какие-то юридические вопросы, вы поможете миллионам людей. Если вы бизнесмен, например, у вас, например, доставка еды, скольким людей вы поможете, то есть закройте потребность их в еде. Тысячи людей, если у вас какой-то большой глобальный бизнес, то и миллионы. То есть я думаю, здесь смысл понятен. После того, как вы стали профессионалом в своей сфере, вам нужно научиться себя продвигать, охватывать как можно больше аудитории и помогать как можно большему количеству людей. Итак, давайте теперь разберем конкретные примеры. Допустим, вы хотите зарабатывать деньги и вам, например, нравится видеоблогинг. Вы именно хотите стать блогером. То есть первое вы сделали, вы выбрали денежную сферу, так как блогер это медийное лицо и, как правило, у него большая аудитория и большие заработки. Следующее, что вам нужно сделать, это изучить сферу блогинга от А до Я. То есть знать, как стать блогером, как снимать видео, о чем снимать, какие инструменты нужно изучать, какие материалы для того, чтобы стать успешным видеоблогером. Знакомиться, общаться с видеоблогерами. И следующий пункт, вам нужно научиться себя продвигать. То есть инструменты для продвижения, как охватить аудиторию, как сделать так, чтобы аудитория к вам лояльно относилась, как делать вирусные видео. То есть, в принципе, вот такой вот путь. Выбираете блогинг, становитесь профессионалом, продвигаете себя. То же самое с любой другой нишей. Если вам, например, нравится сфера бизнеса, вы хотите открыть, например, свой ресторан, вы выбираете эту сферу, вы уже выбрали денежную сферу. Далее, вы изучаете ресторанное дело от А до Я, становитесь здесь профессионалом. И третье, вы начинаете продвигать, помогать как можно большему количеству людей. Сейчас многие люди, которые посмотрят это видео, может быть некоторые, скажут, например, я сантехник, и мне нравится сантехника. Как я могу больше зарабатывать? Смотри, если ты работаешь на работе по найму, то да, много здесь не заработать. Но как можно в сантехнике зарабатывать? Например, открыть свой сантехнический бизнес. Ты можешь открыть свой магазин с сантехникой. Это бизнес, это денежная сфера. Далее, можно вести блог, например, по сантехнике, там, например, сантехника своими руками или что-то в этом роде на ютубе, где можно объяснять людям, как самому монтировать сантехнику и исправлять какие-то неисправности и так далее. Можно выпустить свою книгу «Сантехника для чайников». Можно выпустить свои курсы, выпускать свои курсы, например, «Стань сантехником за 24 часа» и продавать это очень востребовано. То есть смысл, я думаю, понятен. Также и с любой профессией. Любой человек, который чем-то интересуется, чем-то занимается, он может эту профессию масштабировать. Просто ходя на работу, не заработаешь. Но если будешь масштабироваться, помогать как можно большему количеству людей, то деньги, приход денег не заставит себя долго ждать. Ну и напоследок расскажу свой пример. Мне очень нравится тема денег и инвестиций. Также мне нравится видеоблогинг. Поэтому я выбрал инвестиции, это денежная сфера, то есть инвестиции, MLM, партнерский бизнес. Это сфера денежная. Далее я веду видеоблог. И посредством видеоблога я помогаю людям. То есть делюсь знаниями, делюсь опытом, даю какие-то кейсы, инсайды и закрываю их вопросы. То есть когда ко мне люди обращаются, помоги сделать то, помоги сделать то, я им помогаю. То есть за счет интернета, за счет социальных сетей, за счет цифровых новых технологий, можно продвигать свои знания, можно делиться опытом, можно продвигать себя по рынку и охватывать как можно больше людей. Очень важно еще в наше время, в 21 веке, выстраивать свой личный бренд. То есть раньше изначально были бренды, там Mercedes, там еще что-то, там Adidas и так далее. Сейчас бренд это человек. И если ваше имя и фамилия станут брендом, то люди будут к вам тянуться, люди будут к вам обращаться и вы всегда будете иметь деньги. Потому что, ну как правило, любое дело, если вы делаете хорошие добрые дела, оно монетизируется. Так, давайте подытожим, что нужно сделать, чтобы зарабатывать больше денег. Первое, выбрать денежную сферу, второе, стать в ней специалистом и третье, помочь как можно большему количеству людей. Если у вас остались вопросы, друзья, если вам что-то непонятно, обязательно задавайте в комментариях. Также предлагайте свои варианты о том, как можно больше зарабатывать. Может я что-то упустил, а может вы с чем-то не согласны. Все, что вы напишите, я буду вам за это благодарен. Все мои контакты в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал по инвестициям. Вступайте в чат, поставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике, друзья. Всем удачи и профита. Пока.